Друзья мои, добрый день. Здравствуйте, блогер из Перми, Бессонов, Алексей Борисович. Сегодня 27 января. Друзья мои, ну вот в пределе 31 января, когда фонд Навального объявил о повторной акции, идут аресты. В принципе, власть с точки зрения их понимания делает правильно, она бьет по штабам, думает, что тем самым она собьет в эту протестную волну страну. Они боятся очень сильно, почему? Потому что ситуация неуправляемая. Протест может нарастать, нарастать, а так как легитимность власти равна нулю, черт его знает, что там получится. Вы знаете, эта ситуация напоминает мне ту ситуацию, когда к власти пришел Александр Третий после убийства Санкт-Петербурга. Тогда же народники написали ему, что манифест в один или иной требование, начиная политическую реформу. Вместо этого он начал контрреформы. Да, и во многом все сходятся, даже либеральные историки. Причиной революции были контрреформы Александра Третьего. То есть там целое поколение ребят молодых образовалось, которые прямо со студенческих скамей, талантливые ребята шли в протест, в революцию. Браты Ульяновы, вся семья там, старший сын Володя Ульянов. Да кто угодно. И в итоге чем это все закончилось? Что там СССР творили? Массовые убийства, чиновники ушли по всей стране. Более того, все равно Николай II был вынужден идти на реформу политическую, но опять же, какой ценой все это давалось? То же самое и тут. Путин человек не управляемый, не обучаемый. Он не хочет учить историю, не хочет учить, так сказать, он хватил свою эту власть, держится за нее зубами и руками. Ну хорошо, реформы, контрреформы проводишь, ну а где экономика? Развивать тогда экономику, дай людям жить, уровень жизни, ну ничего же этого нет. Поэтому они пытаются таким образом сбить протестное движение. Вот так. Причем, вы знаете, есть определенные иллюзии, штампы. Вот один из них почему-то большевикам приписывает плановые модели. Между прочим, эти модели начал создавать Александр Николай II в годы войны, когда, вот я уже рассказывал, ему нужно было риск увеличить производство снарядов. За месяц он увеличил 10 раз, за счет того, что он баланс народного хозяйства создал, предприятия связал, минуя биржи и так далее. Но недовольна была семья, потому что во время войны он сократил расходы на нее на двор содержания и банкиры, которых он обошел. Итоги революции. И, кстати, вот этот год с семнадцатого по двадцать третий год это был перепутье. Там никакого плана не было. Там, наоборот, большевики вносили ультралиберальные концепции. Вот что такое был НЭП? Это и были, с точки зрения экономики, у Лидеев Ридбана, ультралиберальные. Я компот пью. Ну, что-то у меня было уже просто. Поэтому и Сдержинский же, когда Сдержинский стал министром экономики в РСФ, ему сказали, что, ну вот, видишь, царь за десять месяцев увеличил производство снарядов, ну, создай первый баланс. Потом группа Сталина поддержала. Вот появилась плановая экономика. Так вот это все происходило. Ну, а дальше, дальше же за основу были взяты реформы Косыгина. Да, и Горбачев в экономике это реформы Косыгина. И политизация тоже все реформы Косыгина. Ну, а дальше вы помните, что происходило здесь в стране и так далее. Но сейчас Мадурев в тупике. С одной стороны, он начинает контрреформы, закручивать гайки, все не пускать, не давать, не разрешать. С другой стороны, экономика. Он не может. Он даже заводом никогда не руководил. Он не понимает, что такое. Вы думаете, вот он сидит, его обложили советники всякие и так далее. Он же не понимает, что в стране происходит. Ему говорят, да все хорошо, все спокойно. Вот данные опросов своих центров каких-то. Мы все выборы потусуем, все сделаем. Но протесты в обществе нарастают. Проблема основная масса невидовольная экономическая реформа. То есть крахом в экономике. А он не понимает. Ну и протест. Вот эти вот. Они правы. С одной стороны, либералы, что оседлают этот протест. Хотят его возглавить. Что делал Ленин, кстати. Когда они приехали, я рассказывал, как организовалось советы. Пришел Чхеидзе, кстати, меньшевик после февральской революции. Потребовал комнату для того, чтобы организовать советы. Ему думает Аллах комнату. Он провел какие-то выборы в рабочих районах. Как он там провел? Хорошо, что это советы. А дальше советы большевики там власти Троцкий захватил и так далее. Керенский, боясь Корниловского выступления, Корнилова вооружил советы. Когда он советы вооружил, то они власть здесь взяли. Потому что у них оружие было. Гарнизоны петербургские все были сагитированы. А дальше самое интересное. Для чего ЧК создавалось? Вы знаете? А ЧК создавалось для того, чтобы разоружить отряды советы. Они там солдаты были. Дезертиры всякие. Они грабежами занимались. Убийствами, разбоями. Чтобы их разоружить, создавали ЧК. ЧК создавалось не для того, чтобы революцию защищать. Да и там вообще непонятно, что было. А для того, чтобы разоружить этих маронтеров. Вот для чего создавалось. Вот такая ситуация. Что нас ждет? Трудно сказать. Но очевидно, что так нельзя управлять страной 21 веки. Ну хорошо, ты спать потушишь. Пожар построишь. Накажешь, посадишь, изнасилуешь. Ну а дальше-то что? Где идея, где идеология, где экономика? Где умные люди в правительстве? Где? Чего этого нет? Спасибо. Продолжение следует...